День памяти воинов-интернационалистов У в области пройшли митинги, акции памяти и иншие тематичные мероприемства Для обмеркования выника у 6-го Всебеларуского народного сходу Делегаты при Нюмене проводятся встречи с прасовными коллективами И отбор для научения у национальном технопарку Проходят 12 старшоклассников с разных установок и института У Беларуси 15 лютого – День памяти воинов-интернационалистов 32 года назад советские войски были выведены из Афганистана Кабу загадать историческое падение и ушановать память загинулых героев По всей Украине ладятся тематичные мероприемства У Гродни у память солдат и офицеров, которые не вернулись с необъявленной войны Пройшел митинг-рэкви 15 лютого для помнековой нам-интернационалистов У сквера по улице Курчатова у Гродни завжды шматлюдна Минавито в этот день завершился вывод советских солдат из Афганистана Той падей уже некольки десятков год Однако память об афганской войне живее сегодня Об тых то вернулся и об тых кого не дожакалися домов народной земли Мы приходим сюда каждый год отмечать день вывода наших войск из Афганистана Вспомнить, помянуть своих товарищей, которые не вернулись оттуда Возложить цветы У меня там друг был Валентин Бабич из Бобруйска У него двое детей и он погиб Мы с ним каждый день вместе были Земляки были из Белоруссии Он мне помогал, я ему помогал И вот он погиб Перед самым выводом в 88-м году Три месяца до вывода оставалось Те люди, которые не вернулись, мы помним их И стараемся никогда не забывать И всегда вложить цветы им И вспоминать этот траур и реликвию всегда беречь И спасибо всем, кто нас поддерживает Сегодня исполняется 32 года уже вывода наших войск из Афганистана Сегодня же день памяти войну интернационалистов И мы всегда в этот день, 15 февраля, приходим на эту площадь Чтобы встретиться со своими друзьями боевыми, с которыми мы воювали там в Афганистане И вспомнить наших боевых товарищей, которые не вернулись назад У нас из города Гродно 21 человек не вернулся Под час митингу до помника воинам-афганцам тягнулася несупинная плынь Этот день знаковый для, например, на 3000 жихаров при немыня Кому довелось выконовать интернациональную обовязку в Афганистане Этот день памятный для их близких, которые ждали своих сынов и батьков И жалобный для родных, яким афганская война принесла сумм на ведомый груз 200 Звыж 700 беларусов с афганской земли так и не вернулись домой Память об можностей воинов-интернационалистов на зауседы застанется у сучасности Ни одной же было подкреслено на митингу Церемония ушанования по звягу воинов-интернационалистов пройшла у Гродни Урочистое мероприемство было примирковано до Дня памяти о беларусах, которые выполнили службовый обязатель за межами Айчины По традиции у Гродинских облаконок отбился прием одними керавництва региона для ветеранов войны в Афганистане, которые проживают в Приньоманском крае Ирина Юшкевич побывала на встрече Ветерану войны в Афганистане, а тогда в 1984-м 19-годовому сержанту командиру отделения разведывального взвода Миколаю Лоздину довелось пройти в огненными стежками, вспоминая, что многие из боевых товарищей тогда не вернулись Мы защищали полностью северную границу Советским Союзом Наши маневрные группы стояли по всей протяженности границы Мы вылетали в горы для уничтожения, скажем, как бандглаварей маленьких бандгруппировок или террористов, которые могли перейти границу Советского Союза Ну, естественно, проходилось воевать и с караванами душманов, которые подвозили оружие Найважнейшей миссией для тех, кто выжил, говорит Миколай Лоздин была и застаётся поддержка семья воинов-интернационалистов Зараз перед афганцами на первый план выходит ещё одна задача стать переемниками ветеранов Великой Айчинной в справе геройка патриотичного выхования молодцы В течение года мы встречаемся, нас приглашают в школу Да, детям интересно, как воевали, что воевали, что при этом чувствовали Друг друга всегда выручали Если, не дай бог, ранен кто-то, если где-то погибали пацаны Стояли насмерть Так и объясняем людям, детям, что будьте всегда друг к другу Относитесь как сосед к соседу, как родные братья Я как будущий военный хочу взять пример с тех людей, которые защищали родину не по каким-то причинам, а вот просто потому, что это их долг, потому что это их родина Больше за 2000 воинов-интернационалистов проживают на территории Гродинской области Я не протягивают прикладать намаганника, подеи того часу не были забыты А представники нового поколения вынесли правильные уроки из истории На данный момент у каждом районе в области есть мемориал у гонор загинулых в Афганистане Подтримана и иншая инициатива активистов громадской организации У областных центров появилась в улице у гонор воинов-интернационалистов И наш долг помнить и отдать дань уважения тем людям, которые выполнили свой долг Они, как никто другой, понимают ценность мирного неба над головой И эти знания доносят для нашего подрастающего поколения, которое, к счастью, не знает, что такое война И мы надеемся, что совместными усилиями и на таком опыте людей, которые прошли через эти страшные испытания Мы сумеем сохранить мир в нашей стране 15 лютого – этот день знаковый для тех, кому довелось выконовать интернациональный обовязок в Афганистане С той войны не вернулся 71 наш земляк – Жихар Гродинской области Имен загинулых воинов-интернационалистов увековечны у князе память На мемориальных плитах у постоянной экспозиции Гродинского историко-археологического музея И про 32 годы после войны память живе и у тех, кто вернулся, и тех, кто шакал Модернизация, выкрыстание най-новших технологий, личбовая экономика, створение новых прасовных мест, замасование кадров, профессийная подрыхтука, патриотичное выхование молоди Агученная и замасованная резолюция и тезисы 6-го Всебелорусского народного схода обмерковываются на местах Делегаты форума и эксперты Гродиншины после завершения агульно-национального диалога делятся уражениями и окресливаются новые задачи и приоритеты для дальнейшей работы в разных сферах Катерина Бенедесюк расскажет Модернизация иснуючих и створение новых предприемств в развитии малых городов, а так само замасование кадров в ширых питаниях, окресленных на 6-м Всебелорусском народном сходе, обмерковывают на диалоговой плясовце со студентским активом в Купаловском университете Уражениями и думками делятся делегаты и эксперты масштабного народного форума Как отмечалось в докладе главы государства, делается акцент на закреплении национально подготовленных кадров на своих же собственных предприятиях Это очень важно Но для того, чтобы сегодня экономика знаний была в приоритете, задача региональных вузов обеспечить компетентную подготовку специалистов, владеющих не только информационными технологиями, языковыми компетенциями Но и умеющих выстраивать работу в команде, заниматься проектной деятельностью и самое главное уметь коммерциализировать свой профессиональный потенциал в разных отраслях народного хозяйства И в этом накерунку у Купаловским прац уже ведется Так, например, на каждой специальности читаются лекции по основах предприемальництва, инновационного бизнеса, развития проектной деятельности Счастливая семья, мощные регионы, интеллектуальная краина и держава-партнер – те постулаты, на которых будет базироваться дальнейшее развитие этой научной установы, а и членной высшей школы, как и развитие Беларуси в целом И миссия нашего университета звучит выявить, раскрыть и реализовать потенциал человека, университета в этом сложном пространстве межкультурного диалога Поэтому личностно ориентированный университет – все, что мы делаем, мы делаем для человека, для развития человека Поэтому вот такое направление, которое очень созвучно всему тому, что мы услышали на Всебеларусском народном собрании Формирование информационной эдукованности молоди, захование памяти про великую перемогу, ранняя профориентация и методичная подтрымка педагогичных коллективов в выховании Это основные задачи, на которых сконцентруется увага ближайшим часом у сферы эдукации Они были окреслены на областном навыково-методичном совете, который прошел в Гродне и собрал представников Галины из разных районов Прынеманья Очень много времени было уделено вообще трансформации всей системы профессиональной подготовки в стране Подбору абитуриентов, той же целевой подготовке в высших учебных заведениях Анонсировано совещание у главы государства в ближайшее время по вопросам реформирования вступительной кампании в высшие учебные заведения Государство оставляет за собой весь тот пакет социальных гарантий, который дается учащимся школ и детских садов Это и подвоз детей к школам, это и организация питания, это бесплатное, общее, среднее, бесплатное, профессиональное образование Бесплатное первое высшее образование Было обозначено, что вся работа предприятий, в том числе и частные и государственные формы собственности Должна быть направлена на обеспечение этих гарантий через пополнение бюджета, через уплату налогов Что возможно только благодаря расширению производства и увеличению прибыли на этих предприятиях Как прохудшало для расширения новых задач, поставленных перед системой эдукации Гродильщины, есть база И она постоянно удосконаливается и развивается Шарах районных проектов из разных установок эдукации были представлены на однисловой выставе в областном институте развития эдукации Уже в прошлом году мы задел сделали по этим вопросам И целый год реализовывали такой методический марафон, который назывался социально-педагогическая поддержка обучающихся И мы работали плотно с кадрами, проводили самые разные практикоориентированные мероприятия для педагогов-психологов и педагогов социальных Таким чином в регионе подшато широкое обмеркование принятых на народном сходе расшению по далейшем развитии краины курса У яким будет рухаться Беларусь ближайшие пять год У каждого коллектива у всех сфер прохудшать холодные акценты для дальнейшей работы Находаем холодная громадско-политичная падея пятигодзя, шостый усебеларусский народный сход пройшел у Минску 11-12 лютого и объеднул 9700 запрошенных, 310 их делегатых родинщины На территории Ивюзского района затримана буйная партая контрафактной спиртоутрымливающей ваткости Груз перевозил 29-годовый мясцовый жихар, який ни день не працует Партая оценена в сумму 7 тысяч беларуских рублев Супрацовники Раус в рамках рейдовых мероприемств на автодорозе лядной звездок спынили фальсвагентранспортер У машине было 700 литров спиртоутрымливающей ваткости, разлитой по пластиковых канистрах Молодой мужчина, який вез грузы ранее, траплял в поле зроку правооховцев Летесь он был затриманный подчас транспортировки 500 литров контрафактной спиртоутрымливающей ваткости Пажар за хвяры, означенный в областном центре На пульт службы МНС поступило поведомление об узгорании у двухпакайовой квартиры жилого дома по улице Гоголя у Гродни Тут горели покои на першем поверсе Коли на место прибыли в ротовальнике, подъезд полностью уже был заполненный дымом На кухне яны знайшли непритомную 44-х годовую жанчину Як стало вядомо, на момент здарыни у квартиры был мужчина Але той поспел самостойно выйти из житла Жанчина по ней к прышине засталась У сгорания ликвидовали за 10 хвилин, никому жахару дома не спотребилась шпитализация Пришина пожара удокладняется попередняя версия Неосторожная бы хожа ни за огнем За прокаливание камина ледь не сгорела придорожное кафе Такая попередняя версия здарения у Зельвинском районе На выклик светка у в ротовальники терминова выехали у район везки Сынковичи До приезда службы 101 супрасовники установы спробовали потушить огонь самостойно Коли пожарные разлики прибыли на место, было выкрыто закурадымленное поддаше В ротовальнике сдолили перокрыть огню шлях до распаусюживания У вынеков пошкоджено перокрытие над залой и дах площадь 5 квадратных метров Закураны стены, потерпелых от вогненных здарения не ма Подаденных Министерством Охова здоровья за пушние сутки у Беларуси зарегистровано 1100 пациентов с COVID-19 Выписано 827 С початку пандемии у Беларуси зарегистровано 269 787 человек с остановшим тестом на коронавирус Вылешилось 259 029 пациентов с ранней подсверженным COVID-19 Заперед распаусюживания инфекции померло 1858 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией За минулые сутки выканано свыше 9,5 тысяч тестов Усяго Украине выканано 4 690 812 тестов Отбор для навучания у национальным детячым технопарку проходить на Гродзеншине После завучного этапа выпрабывания, у яких проходили на передаче До делу у другим вочным допущено 12 человек Гэта в учни 9, 10 и 11 классов с разных установ Огульной и средней эдукации Гродзенской области Для того, как трапить на другие этапы отбора Молодые люди проставляли свои проекты об опосвещении Об уделе у Олимпиадах и разных навыковых форумах Тематика работ – информационная и компьютерная технологии Робототехника – зеленая химия Отбедно, что по этих накерунках у каждого с 12 молодых людей Есть зауважные поспехи Занимаюсь 3D-моделированием в сфере информационных технологий И в этой сфере я уже более 6 лет У меня есть уже свои компьютерные игры, мультфильмы В технопарк я приехал, чтобы пройти в сам технопарк И показать свои знания, то есть может чему-то новому научиться Я проведу исследования по инвизионным видам растений Больше всего мы исследовали золотарник канадский На территории Агрегородка Аратища его больше всего находилось Благодаря этому началось контролироваться сами инвизионные виды растений И началось механическое воздействие, чтобы они больше не распространялись Робототехнику, считаю, очень полезной Это может быть в различных сферах Она используется везде Это в повседневной нашей жизни Где-то в сельской хозяйстве Ну и в военной, конечно, сфере может использоваться Человеческая жизнь, она ценнее Соответственно, допустим, при разминировании поля, к примеру, могут использоваться роботы При транспортировке груза На областном этапе в зельнике проходят тестирование Это 40 пытаний, удачь отказанные, которые необходимы за 40 хвилин До слова заданий, кажутся эксперты, достатково складанные Их пишут сутым лику выкладчики ведущих вины Украины Таких, как Бенту и БДУ Повинниках лепше трапить нас в размове И отрымают уникальную макшимость Принять удел у адекацийной змине Национального детячего технопарка в Минску Более широкое и серьезное обучение По тем профильным предметам, которые они изучали То есть, если они заявлены в зеленой химии Значит, они углубленно изучают направление Биологию, химию И, конечно же, общую образовательную программу Ту, которая предусмотрена общим средним образованием И жить, и учиться, и развлекаться И будут проходить мастер-классы, и прогулки И работа с психологом И групповая работа То есть, адаптация работы в коллективе Имены пераможцев будут названы После опросовки тестов Минавитых этой юнаки и девчатой Отрымают макшимость займаться Злепшими выкладчиками столичных ВНУ И национального технопарка По широку на керунков Змена стартует на початку соковика И протягнется 24 дни Дададим, что уже зараз Должится регистрация на наступную Третью аддукационную измену Усяго тягом года пройдут 9 таких изменов На территории поляуничных угодзе У Гродзенского района Абсталявана калят 270 кормушек Для диких живел Капда помогши козулям, ласям и оленям Выжать у леса, у мост на мороз И протяглые снегопады Поляуничные развозят корм Два разы на тыдень Досины из Божжа дадают Гароднену и Садовину За один раз Супрацовники кожной Семнадцати поляуничных господарок региона Выкладывают у кормушки По 350 кг зерня Яблоков, бураков, морквы и бульбы Гэта необходные объемы Для полноценного харшавания Звыж 14 тысяч оленей У казули ласяу, які живут Во угодзе Гродзеншины Рассказали у областным объединении Поляуничных рыболовов Как правило, подкормочный период У нас начинается с декабря месяца Длится он В принципе до конца марта Почему? Потому что Самый сложный период Для диких животных Если сравнивать Зиму прошлого года И зиму этого года Мы видим, что очень большая разница Если в прошлом году Практически не было снега Погода благоприятствия Для охотничьих животных То есть и морозов не было И животные могли выйти На полях где-то поесть То в этом году Эта ситуация поменялась В лесу очень много снега И животные уже на полях Найти ничего не могут Они сконцентрировались Все в лесных массивах Ну соответственно ежегодно Для поддержки охотничьих животных Мы заготавливаем корма Так в среднем Каждый год заготавливается 450 тонн зерна Зерноотходов Где-то 370 тонн Сочных кормов Это Секла Морковка Яблоки Картофель Где-то порядка 25 тонн Мы выкладываем Минеральный Подкормник Это соль В основном Для минеральной поддержки Охотничьих животных Ну и соответственно Заготавливается Около 5-6 тысяч Веточного корма Также закупается Силость кукурузный Порядка 100-200 тонн Ежегодно Это цифры Которые Соответствуют Территории Наших арендованных Охотничьих угодий В Гродненской области Сейчас подкормка Производится Как правило Зерноотходами Где-то мы Закупаем Свеклу Мы ее храним Заготавливаем в слощине Храним в специальных хранилищах Делаем земляные ямы И там ее сохраняем Потом Егер приходит Каждую неделю Не менее двух раз И выбрасывает Эту свеклу Для охотничьих животных Ну и соответственно На транспорте Подвозятся Зерноотходы И другие корма Сено выкладывается В кормушке Начинается С подкормочного периода То есть С декабря месяца И по мере поедания Оно пополняется В кормушке ежи Ну в принципе Каждую неделю Если съели Если в кормушке есть Ну там Раз-два в неделю Но Ежеская служба Настроена на то Чтобы Не менее двух раз В неделю Они должны Побывать на каждой Подкормочной площадке У нас в принципе По области Где-то 264 подкормочные площадки Для оленя и косули Ну мы Сконцентрируем Вот эти места Потому что В первую очередь Олень и косуля Именно в эту Зиму тяжелую Многоснежную И морозную Нуждаются в подкормке Лося этой подкормки Не требует Ему требуется Только минеральная Подкормка То есть соль Но иногда лось Тоже приходит Именно на свеклу Иногда На яблоки Приходит поесть Тоже От этого Он не отказывается В среднем Выкладывается Где-то в пределах 100-150 килограмм Допустим Зерна До 200 килограмм Свеклы Картошки Почему Много не выкладываем Потому что Он портится Перемерзает И как правило На подкормочную Точку Не ходит Много Допустим Животных Может приходить Там 10-20 Оленей Вот А на следующую Тоже Своя Гуру Походит Охотничьи Тоже с оленей Ну Соответственно На каждую Подкормочную Площадку От 100 до 200 Килограмм Корма Выкладывается Все зависит От того Как поедаемость Корма Ну И В связи Какая температура На улице Тоже Это Многозначно И Ну И как Можно добраться Если Чувствуем Что нельзя Добраться Конечно Выкладка Тогда Больше Выкладывается Что Запасом Было И На этом я Развитываюся Усего доброго И до Наступных Сустреч У эфиры У ауторок 16-го лютого У абласным центры Чакается Пахмурный Надворье Невяликий Снег Ранец Слупок Термометра Пакаже Каля 12 Градуса У морозу Днем До минус 6 А вечером До минус 8 Градуса Ветер Паудневый 3-5 метров За секунду Атмосферный Циск 758 Мм Ртутнага Слупка Вельготнасть Паветра Каля 89% Ранец И днем И 82% Вечером Зуликам Усих Метрологичных Дадзенных Атшуваемая Температура Паветра На протягу Дня Буде Вагаться Ат 17 До 11 Градуса У морозу У районных Центрах 16-го лютого Надворье Буде Наступным У Великой Бераставицы И свисла И до минус 9 вечером Воблачна Безапаткау Ветер Павдневы 3-5 метров За секунду У Ашмянах У Ашмянах И смаргоне Каля 15 градусов Морозу Ранец И до минус 9 днем И вечером Воблачна Безапаткау Ветер Павдневы 3-5 метров За секунду У Кареличах И новогрудку Каля 16 градусов Морозу Ранец И до минус 10 днем И вечером Воблачна Прагнозуется Невяликий Снег Ветер Павдневы 3-5 метров За секунду Згодна С гісторой Метаназиранню Минімальная Температура Паветра Якая Бла Зафиксавана У Гродня 16 лютага 24 градусы Морозу Здарлась Гэта У 1979 Годя Максимальная Температура Паветра Зазначенная 16 лютага У Гродня 9,8 Градуса У тепла Рекорд Належыць 1998 У Районных Центрах Найхладней 16 лютага Було У Ашмянах У 1979 Годя Слупок Термометра Пустівся ДА 27,4 Градуса Морозу Найцеплію Гэтый Дзень Було У Ваукавыску У 1998 Годя Було Зафиксавана 9,8 Градуса Цепла Геомагнитная Ситуація У ауторак 16 лютага Буде Даволі Спрыяльной Сонечная Актыўнасті Неперавысіць У 9,9 Гадзін 41 хвіліну Пачнецца Шосты дзень Месяцовага цыклу Адзін З найбольш Спрыяльных Дзен У Месяцовым Календары У асоб Скельных Праслуховацца У ауторак 16 лютага Миколай Миколай Сымон Пётр Юльяна И Данута Неперавысіць